Истинное искусство, оно наглядно с первого момента соприкосновения с ним. Когда и как происходит это чудо, рождение один за другим шедевров, которым суждено остаться в веках. Подобные мысли приходят в голову, едва посетитель оказался на выставке работы Рафито Котляна. Объяснить это словами невозможно. Очевидно одно. Ты понимаешь, что покорен миром этого Созидателя. Потрясающая выставка. Очень тонкая графика, психологически тонко, профессионально очень высокий уровень, как у скульптуры, так и у графики. За год до очередной выставки Рафито Котлян сам определяет не только географию, но и тему экспозиции. Могут быть те же скульптуры, к примеру, они имеются в Венеции, но большую часть составляют новые работы. Родился Рафи в Бейруте, в армянской семье. По окончании факультета дизайна Бейруцкого университета переехал в Париж, чтобы продолжить учебу в школе изящных искусств. Однажды он открыл в себе неуклонное желание лепить. Так родились одна за другой более 60 бронзовых скульптур. Всякое новое рождение предваряется графическим рисунком, краски для которого автор находит в природе. Тут я рисовал и красил растением, которое находится у нас в горах на высоте 2000 метров. Оно очень маленькое, название его я не знаю. Посредством сильного и острого языка форм и эмоций Рафито Котлян ищет ответы на вечные вопросы мудтея. Меня потряс он как человек в первую очередь, как армянин, который сохраняет традиции армянского народа. И в то же время он приносит большую культурную, такой культурный пласт и в России, и в мире. Произведение Рафи выставлено в музеях в Армении, в Греции, в частных коллекциях Нью-Йорка, Токио, Италии. А летом 2013 года папе римскому Франциску была преподнесена в дар авторская бронзовая скульптура Токотляна «Распятие». Работа «Исчезновение королевства» – плод размышлений художника об утерянных династиях армянских царей. У автора своя, непохожая ни на чью, религия. Бог для Рафи – это вселенная, это сама природа, и у нее он просит одного – мира. Я хочу показать, что если мы будем продолжать творить зло, войны, вмешиваться в природу, то наш конец будет очень плохим. Вы видите, дерево уже высохло, и сам человек на нем слился с ним. Философия Токотляна проста. В ней нет надуманности, витиеватости. Все понятно с первых минут. Мы пришли в этот мир для счастья, радости. И если в нем что-то не так, надо кричать, утверждать, неустанно напоминать. Люди, опомнитесь, этот мир дан для созидания и радости.